Здоровье – это, пожалуй, одна из главных составляющих счастливой и долгой жизни. Как сохранить и укрепить свое здоровье? Именно этому и посвящены следующие несколько минут на Бессарабии ТВ. Сегодняшняя порция здоровых советов посвящена следующему. Как улучшить свое пищеварение? Правила просмотра 3D-фильмов. Высокий каблук – носить или не носить? Едированная соль – ее плюсы и минусы. Как улучшить пищеварение? Состояние вашей кожи может рассказать о здоровье вашей печени. Существует множество рекомендаций для улучшения работы пищеварительной системы. Вот самые основные. Ешьте много клетчатки каждый день и не забывайте при этом пить много воды. Старайтесь употреблять поменьше фасоли, капусты и брокколи. Уберите из рациона газированные напитки. Жуйте медленно. Регулярно занимайтесь спортом и избегайте стрессов. Выбираем термометр. Ртутный. Его достоинство в том, что он точный, легкий, удобен для замеров подмышечной впадине, орально и ректально. Служит долго, обрабатывается дезинфицирующими растворами. Есть и недостатки. Чтобы измерить температуру требуется 5-10 минут. Он может разбиться и поранить стеклом или отравить парамер ТУТИ. Цифровой термометр. Универсален, устойчив к ударам, оснащен звуковым сигналом, памятью, таймером, автоматическим отключением. Но возможен неточный результат при замере в подмышечной впадине из-за неплотного контакта с телом. Погрешность довольно высокая. Инфракрасные термометры. Определяет температуру по мощности инфракрасного излучения, исходящего от ребенка. Их не надо держать подмышкой или во рту. Достаточно на пару секунд приложить к уху или лбу. Достоинства. Оснащены памятью предыдущих измерений, звуковым сигналом, автоматическим отключением, подсветкой дисплея. Недостатки. Ушной термометр может показывать неточные данные при отите. Для него необходимо покупать сменные колпачки. Обувь на каблуках. Сделайте охлаждающую ванну или массаж с ментолом. Надевая обувь на каблуках, следите за осанкой. Учитесь ходить с книгой на голове. Встаньте к стене. Прижмитесь всеми выступающими точками к поверхности. А затем наденьте обувь на каблуках и проделайте все то же самое. Специалисты с уверенностью говорят, если 3D-фильм снят с соблюдением всех технологических тонкостей, демонстрируется с использованием качественной аппаратуры, вреда для здоровья не будет. Тем не менее, не лишним будет соблюдать следующие правила. Выбирайте места в середине зала. Стереоизображение хуже воспринимается с боковых мест и тех, что расположены близко к экрану. На 3D-фильмы не стоит ходить людям, страдающим вегетососудистой дистонии и заболеваниями вестибулярного аппарата. Лучше не водить на такие сеансы до школьников. Следует быть осторожнее тем, у кого нарушено бинокулярное зрение, то есть в детстве было косоглазие. При выраженной близорукости или дальнозоркости сложно пользоваться стереоочками. Это может привести к перенапряжению глазных мышц и дискомфорту, особенно людям старше 40 лет. По возможности лучше идти в кино не в очках, а в контактных линзах. Прислушайтесь к собственному организму. Если после 15 минут просмотра вы испытываете дискомфорт, лучше уйти из сеанса. Кожа расскажет о здоровье печени. Если кожа стала сухой или напротив чересчур жирной, появились прыщики и покраснения, пигментные пятна. Возможно, ваша печень не справляется с выведением токсинов, и эту функцию берут на себя кожные покровы. Тусклые волосы и ломкие ногти могут свидетельствовать о том, что печень не обеспечивает организм витаминами А, Д, Е и Ф. Жировики на лице сигнализируют о нарушении синтеза холестерина. Сосудистые звездочки – предвестники нарушения метаболизма в печени. Быстрая утомляемость и раздражительность. Отсутствие аппетита также могут быть причиной для проверки состояния печени. В целом, при проблемах с печенью необходимо ограничить употребление жирной и жареной еды. Консервантов, алкоголя. Есть побольше свежей зелени, разноцветных овощей и фруктов. Натуральное молоко, нерафинированное масло, орехи и бобовые. Ежедневная потребность организма в йоде составляет 150 миллионных долей грамма и 250 для беременных женщин. Вполне достаточно употреблять 5 грамм едированной соли в день. Часто говорят, что в пачке с надписью «Едированная соль» никакого йода может не быть. Ведь йод – летучее вещество. Сохранить его в упаковке соли со сроком годности в год или два почти нереально. Но для обогащения соли используются специальные соединения йода. За последние годы производители почти вдвое увеличили его содержание в соли. С точки зрения количества йода не имеет значения, покупаете вы морскую соль или просто йодированную. К применению йодированной соли есть противопоказания. Повышение функций щитовидной железы, рак щитовидной железы, туберкулез, нефриты, нефрозы, фурункулез, хроническая пиодермия, диатезы и крапивница. Субтитры создавал DimaTorzok